Пубертат увидел мир! Добрый день! Здравствуйте! Вы на канале Суперсус! Привет, мои дорогие друзья, гости, жители столицы, как говорится! Мы сегодня собрались в коем-то веке прогуляться в подземную реку! Расскажу, как устроены городские коммуникации и много задают вопросов! Есть ли в моем городе подземелье? Я вам скажу, что в каждом более-менее среднем маленьком городке были когда-то реки! Потом эти реки закрыли подземлю, они существуют! Как их искать, я сегодня все расскажу! Вот, сегодня Боно с нами! Вот, Боно! Цель какова сегодня? Жара, все животные ушли подземлю! Боно взял тепловизор, расскажи немного про него! Подземлемо обитает очень много разной живности, крыски, летучие мыши! Будем наблюдать все это в тепловизор! Сделаем такую фотоохоту на них! Попробуем заснять для вас! А, то есть можно выключить свет и в темноте! Все, я понял, животных боятся, когда свет включаешь в натуре! Вот это да! Короче, идем подземную реку, центральную, самую центральную, самую старую, которая последняя осталась в городе! Вот, река Клов! Покажем кирпичные участки и покажем навыки пульсара, так сказать! Так, друзья, нам в самом центре сейчас надо будет открывать люк! Мы сейчас на Хрещатик идем, на самую центральную площадь Майданной залежности и центральную улицу Хрещатик! Прямо там сейчас надо будет открыть люк! Быстро сможешь запрыгнуть? Да! Очень быстро, чтобы нас не скрутили! С вами Бону, Супер Суз, стараемся для вас сделать новое видео! И переключайтесь дальше, будет интересно! Посмотри, когда машин не будет, чтобы перейти нормально! Инпенсивное движение слишком загружено! Идем! 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 Супер Суз просто топ-чел! Обожаю его! Самые лучшие конфеты Супер Суза! Смотрите только Супер Суза, потому что Супер Суз крутой! Спасибо большое! От души! Все лучше! Спасибо! От души, ребята! Спасибо! Хорошего дня! Это Супер Суз! Это самый крутой блогер Украины! Ну что, где наш вход? Сейчас посмотрим, или он есть еще, я не знаю, вы его там в кафе сверху поставили! Убирайтесь отсюда, быстро! Вот этот? Вот этот? Да! Ну все, сдвигай столики, залазим! А он закис, видишь, надо фонку! Бонус, можешь люк открыть? Попробую! Светник давай! Давай сейчас, и так может получиться, руками открыть его! Я не буду понять, что это за болт сверху! Не-не, надо железкой! Надо поддеть железкой! Леха что-то закрыл! Давай этот разводник! Да, надо... А, в кресле? Что вы такие? А? Киев водоканал! Киев водоканал! Вы в прямом эфире, ютуб-канал Суперсус! О! 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 Давай-давай-давай! Э-э-э! Что происходит? Что происходит? Я не понял! Вход в подземную речку, не мешайте, пожалуйста! Вы что, подурили хлопчик, или что? В смысле? Ютуб-канал Суперсус! Мы диггеры, это вход в подземную реку, но надо посмотреть, в каком у нас состоянии, чтобы вас не затопило! Киевские диггеры! Пожалуйста, у вас есть документы? Нет! Ютуб-канал Суперсус! Зайдите, посмотрите! Приберем... Давай-давай-давай! Открывай люк! Открывай люк! Мужчина, не мешайте! Мы не подберем! Вы поставили звонки на люк на нашу... Да, выкликайте кого хотите! Да-да-да, высыпайте! Давай-открывай люк! Прибери фонарик! Прибери фонарик! Мы шел куда выйдет! Мы идем под землю! Каким под землю? Давай открывай! Стоять! Можете вдвоем открыть? А есть еще один раз? Да-да-да! Мужчина туда не упал просто, не провалился под землю! Лоптик, да? Мужчина корону увезет в вам тезды просто на дуги! Да-да-да! Что за чердон? Да-да, гадя, ты не бру... Дедюль, возьми себя в руки! Дурак, убери руки! Нет, дурак! Нет, дурак, мы не ругайтесь, пожалуйста! Вы не провоцируйте! Пожалуйста! Подожди с лоптик! Куда вы лезете? Нам под землю надо! Зачем вам под землю? Ну нам туда надо! У нас уж карантин! Так, а что хотите? Нет, у нас есть мальчики! Все есть у нас там! Все есть! Есть еще один разводник? Нет! Или какая-то железка? Мужчина, отойдите, пожалуйста, вы мешаете! Нет-нет-нет! Отойдите, пожалуйста! Открывай! Открывай! Что, хлопцы? Открывай! Давай, бери, открывай! Что вы мешаете? Все! Давай залазь! Это шовый рот! Это шовый рот! Ютуб-канал Суперсус! Киевские диггеры! Вы сейчас препятствуете! А что это знаешь колодин? В чем проблема? Это неважно! Вы кто? Представьтесь, пожалуйста! Сулчик ваш! Сулчик ваш! Можете к готелю! А что вы наши стульцы сюда пришли без ничего? Нет! Сулчик ваш! Можете нам на что искать, когда все захотите? Давай залазь! Давай! Давай! Бери залазь! Для чего ты стоишь! Не все понимают, что происходит! Ты посмотри, какие препятствия делают блогерам! На ровном месте! Там лестница есть? Нормально? Да! А это точно оно? Да! Все, мы уходим! Доброго дня! А что воды не мало? Готово! Все, друзья! Мы спустились под землю! Несмотря на то, что нам хотели помешать неизвестные люди! Главное, фобертату страны не дали залезть! Туфли порвал себе он! Ну ничего, до его дела! Короче, смотрите! Здесь мы в дальнейшем покажем! Здесь погибали уже люди! Вода поднимается до верху! А они хотели замотать вот этой цепью! То есть оно было замотано, это я куснул! Да! Чтобы люди и смогли выйти! То есть люк был замотан изнутри? Да! Вот, смотри, какая цепура! Слушай, ну как эту ситуацию можно расценить вообще? Что на ровном месте нам суют палки в колеса? Да! Видишь, город уже почти чуть не наш становится! Это ужасно! Хулиганье! Хулиганье! На 15 суток закрыть! Будем жаловаться? Да! Короче, мы находимся в востоках реки! Река, она как артерии города! Как вены! Сначала маленькие, тоненькие капилляры, потом больше, 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 больше и больше выходит все! Ага! Так что вот так! Вот это самое тонкое, что сейчас есть у нас! Друзья, я хочу вам сказать, пока мы здесь влазим, а в телеграмм... Все, друзья, мы залезли под землю, несмотря на то, что нам хотели попрепятствовать неизвестные люди в гражданском, но все-таки наша взяла, и мы зашли в наши подземелья, в наши владения, и теперь беспрепятственно перемещаемся здесь! Да, Бону? Я считаю, правда, за нами! Мы имеем полное право на исследование данных коммуникаций, и всякие, скажем так, недобросовестные люди нам не помешают! Так, пересадима я еще не вижу вообще! Ну короче, коллектор будет повышаться, повышаться, повышаться! Ну, в верховьях зашли, в истоках! Ну что, Боняяяя? Ты адаптировался уже? Да нет, мне тяжело очень! А что ж тяжело? Да у меня стресс, я не люблю таких людей! 40 лет вылазок и такая ситуация... Нет, даже вот меня оскорбили очень эти люди! Что ж ты такой поддатливый? Ну а что поддатливый? Надо было его ложный сразу с вертухи и с легтя! Нет, просто мы зашли, и все хорошо, но сейчас что-то нервничаешь! Успокойся! Ну я не могу, у меня нервы трепают! Хочется пойти и подды надавать! Кто ж так делает? Что это такое? Приехали в наш город и возникают! Ну, подпортили немножко настроение, но я думаю мы сейчас... Вчера охранники чуть не попили, сегодня что-то, короче, чуть не попили, что-то безобразие куда-то! 3 миллион подписчиков ничего не решает! Да, вообще ничего, дали палкой по горбу и все! Тебе вчера дали? Ну чуть не дали! А что такие дела? Ладно, ребята, то такое все, будьте осторожны, несите баллоны, пистолеты! Но самое главное мозгами научиться решать все вопросы! Погнали дальше! А сколько нам идти вообще? Куда? Вообще! Друзья, нам три с половиной часа, поэтому соберитесь, идемте! Ты мне говоришь или зрителям? Зрителям! Зрители, соберитесь и идемте! Все, пошлите! Не, нормально, пошлите! Кузнечик! На морду прыгнул! А, ну поклёпый емал на морду! Так, а что это такое? Опа, смотри, какие кузнечики здесь! Опа, смотри, сколько их! Посмотри! Посмотри наверх, что это? Что это такое? Это оранжерейные кузнечики, они совершенно безобидны и безвредны! Это краснокнижные животные растения, они тут такого вырастают реально! 40 сантиметров? Да, по 40 сантиметров, вот как раз в старых коллекторах они вот под хрящатиком и живут! Это начало уже старой коммуникации, 18 век, вот кирпич как появился, видишь желтый! 19-18 век! Ага! То есть были помещики сахара, были помещики кирпича, были помещики кожи и поставляли в город кирпич вот такой вот! И вы спрашиваете, есть ли подземелья в моем городе, если есть как бы холмы и есть какое-то озеро возле холма, обязательно под холмами есть какие-то лещушки хоть и даже небольшие! Сейчас мы выйдем в большую, еще увидите, как оно все происходит и все такое! А мы сейчас на какой глубине? Оооо, метров наверно 20, может 25! Боно, а ты был здесь уже раньше? Я был чуть-чуть дальше там, впереди, мы заходили вообще с другой стороны этой системы! Ну ты с детства мечтал тут побывать, да? Да! Это, посмотрите, это кирпич еще, не знаю, царских времен, да собственно? 18 век, конец 18 века! Да, начало 1900 года! Представляете, вот, больше 200 лет! Сейчас будем идти дальше, я покажу, там на кирпичах есть клейма! Завод, который типа хозяин этого кирпича и клейма! Слушай, а если те господа сейчас залезут сюда, к нам? И шо? Ну, здесь мы им дадим зазь! Тут они останутся! Я пока просто еще такой позитивный, знаешь, но скоро я чувствую, что я перестану быть таким супер позитивным, буду расстреливать! Это невыносимо! Сери какой-то! Угу, пойдем! Во, видишь, какие слякоти сливают в коронавирусе! Такого не должно быть! Река, видите, здесь чистая! А здесь грязная! Видишь, какие-то нечистоты сливают! Этого не имеют права делать, этого противозаконно! Вот они не отвечают за то, что что-то сливают! А кто-то в люк лезет, чтобы смотреть! Может они типа противоречат, что мы туда лезем, чтобы не видели этого! Так, пацаны, мы вышли в большой кирпичный тоннель! Сейчас еще немножко, чуть-чуть, и можно будет ехать на велосипеде! На велосипеде! Друзья, обратите внимание, что Сусанин снял хевзу и пошел дальше просто в кроссовках! Покажи кроссовкам свои! Если помните, это новые кроссовки Saucony, которые мы купили буквально сколько? Неделю назад! Ребята, всем спасибо! Купили Сусанину новые вот такие вот ботинки! А эти до конца лета еще будут! Еще будут такие вот красивые и яркие! Буду в новых влогах в них появляться, да? Или не буду? Будешь! Неделю прожили новые кроссовки! А что ж ты хевзу снял? Жарко, ты посмотри, весь мокрый от нее! И ты решил идти босиком? Да! Так будет, правда! А новые кроссовки не жалко? Так а что с ними будет? Это сейчас тест-драйв для кроссовок у нас будет! Вот посмотрим, выживут, у них же гарантия полгода! Я их постираю аккуратно дома и скажу, что порвались! Напишите, чуваки, в комментариях, нормальное это обращение к вещам или не очень? Все остри! Первый раз в жизни купил коробочные кроссовки, новые с магазина! Это благодаря вам! Спасибо вам большое, мои любимые подписчики! Что поддерживаете и даете возможность в магазине покупать новые вещи крутые! Спасибо вам! Все для вас! Стараемся и будем дальше стараться! Друзья! Раньше я был самым обычным человеком! Работал на стройке и получал 100 гривен в день! Сейчас я знаменитый блогер! У меня миллион подписчиков на ютубе! Все это я получил благодаря вам, мои зрители! И специально для вас, мои любимые, мы сделали наш фирменный мерч от Супер Суса! Фирменные панамки! Футболки! Вот такие футболки! Носки! Еще носки! Сусбокси с противогазами и аптечками! Все это вы можете купить у нас на сайте! суперсус.шоп Заходите и выбирайте! А если не зайдете и не выберете! Мы все равно вас очень сильно любим! Фирменный мерч от Супер Суса! Ссылка в описании под видео! Дорогой Боно! Хочу тебе предоставить такую замечательную вещь! Смотри во время... Тихо, не взявкой! Во время весенних... Весной вот сейчас начнется короче! И осенних паводков эта штука доверху заполняется! Этому всему смотри! Видишь? Это все короче несет поток! Но это еще не самое страшное что может быть! Самое страшное это вот! Ого! То есть понял! Этого допустим месяц назад этой штуки я не видел! Ее не было здесь! То есть поток воды настолько сильный! Что 30 килограммовый люк просто уносит как в фантик от конфетки! Я не знаю Димон! Есть у тебя где-то кадры короче из потоков коллекторов? Ти не заставал дождь? Не ни разу! Если наверно застал я бы сейчас не общался с вами! Ну вот мы с Димой как-то короче когда снимали инсайдерс! Тут прорвало короче трубу горячей трубы! Мы думали что дождь пошел! Вылезли через решетку со всей аппаратурой! Так! Быстро! Быстро! Сошел! Быстро! Пусти! 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 Реально чтоб не ушуршать! Смотри вода грязная мутная! Поднялся пар! Поднялась фонь! Поднялся шум! И поднялся адреналин в крови! Короче здесь что? А дождя нету! Оказалось труба лопнула! Короче был фонтан воды возле КНДА горячий! И все сюда пошло и воды вот так вот поднялось! Нифига себе фонтанище! А так ну в принципе и вообще летом не рекомендовано ходить в эти места! Гораздо лучше зимой когда холода ходить сюда! Слушай а ты находил Каракурта? Потому что я по новостям смотрел что вот в Киев переселились Каракурты из южных областей! Год или два назад ввиду того что типа стало потепление температуры очень сильно у нас аномальные теплые зилы! Ну три точки уже знаю где короче! Я позавчера в коллектор ходил видел их! Смертоносные бауки! И живут под землей? И живут под землей они как тараканы! Тараканы очень сильно любят сырость и жару! Понял? А здесь они не могут быть? Могут быть! Но они теплолюбивые! Они очень теплолюбивые! Так а что они кусают за морду? Да за что хочешь укусишь! Но скорее всего не умрешь если слабая психика и слабое это сердце! Отписаться можно! Слабое сердце может в комрада превратиться! Ты будешь бегать! АААААААААААА!!!! ТЕСЛА НАСТОЯЩЕЙ! Девушки отдыхают... пацки такой тоннель заполняется водой за 3-4 минуты но хитрость вся в том что выходов и входов очень мало и вот следующий люк может быть километра 3 если начинает резко подниматься вода тут и не добежишь до выхода никак и к сожалению были случаи когда под землей гибли люди то есть тонули тонули люди в коллекторах и в киеве и вообще в разных городах такое к сожалению случалось вот к сожалению не то что здесь нет выхода выход это по номера по номенклатуре по всей документации должны быть каждые пять метров вопрос в том что без как это хаотично и беззаботно занимается городом хаотической застройкой и все люки либо замазаны асфальтом либо вот как мы видели кафе стоит какое-то либо еще какая-то дрянь хотя чуваки обратите внимание прости сус что в люк на этом кафеде нам мешали залезть это может быть аварийный выход во время дождя и можно жизнь свою либо спасти через этот люк либо наоборот ну да да им по барабану и к сожалению таких люков мы увидим сегодня сотни я буду показывать мы там делали даже свое время трафаретки где можно в аварийности выскочить где нельзя выскочить люки есть которые прямо на дороге очень опасно но можно вылезти разная ком но к сожалению большинство люков не открывается слушаю вам не страшно сейчас вообще находиться здесь понимаешь что в любой момент может вода хлынуть под потолок мне вообще не страшно я если чтобы он отдам свою химзу свой рюкзак с тобой закрою просто поток как бы вы выйдете тебе не страшно бону нет сусом ничего не страшно я не боюсь я профи посмотрите пацаны мы обнаружили что просто из стенки течет вода это то ли подземный родник то ли что это такое я расскажу за трибун уже несколько раз этой штукой сталкивались обратим внимание наверх только очень аккуратно не трогай стенка выпуклая смотрите что это такое за ней водопроводная магистраль такая вот труба она треснула и скорее всего здесь это под крещатиком в земле будет вот такая вы моина огромная которую может провалиться в любое время машина то есть плывун вода прорвала и проделывает дырку а вымывает землю горячая вода нет это питьевая обычная питьевка канализация нет питьевая вода водопровод вымывают воду грунт боржоми боржоми и вот это скоро провалится и короче все это провалится а из-за чего из-за хаотичности застройки видишь опять же друзья я вам еще раз напоминаю что у лотошопа на телеграм-канале каждую неделю происходят розыгрыши айфон ценные призы и деньги так что заходите что-то видно ничего нет животных пока не видно а привидение видит этот прибор кстати а есть это прибор еще видит подусторонний мир интересно ну говорят тесла придумал такой прибор но его быстро глобалисты запретили и все на этом все закончилось а тут есть привидение река нечистое на верно чтобы люди умирали такие привидения на ли если прибор называться должен котячий глаз коты же говорят видит потусторонний мир на долгом рада узнать у кота феича у котов 9 жизни и видение потустороннего мира надо у него сегодня спросим наберем да по нашу можешь передать а не голубь который будет смотреть это видео привет можно передать пусть приходит во влоге или пусть лучше тут не появляется и близко думаю каждому свой вкус к это разнообразие не помешает далее нет и конечно появляется мне как бы всегда моем сердце найдется место я буду всегда рад и буду всегда ее хотеть видеть и радоваться когда она с комрадом будет я вот реально хочу аню голуб пубертат все вышли большой самый коллектор смотри здесь уже можно ехать автомобилем это самое большое кирпичное яйцо которое вообще когда-либо в жизни видел и где таких яиц нету нигде в снг не встречались такие большие яйца самые большие яйца в киеве яйца и маленькие яичники яичники легко и здорово и можно на лясиках ехать перегонки устраивать вчера смотрел короче это спорт называется залезная людина iron man пусть нужно короче 8 километров ходят потом 200 километров на велике потом что-то короче бела 200 километров плане это все за сутки вот там что-то короче в ледяной воде ты плывешь ну прикинь 8 километров проплыть капец и люди выдерживают нормально по херу смотрите друзья здесь боковое ответвление и иду идут ли вне стоки это решетки над нами вон они через эти решетки сюда попадает вода во время ливня и предусмотрены лестницы для людей видите приходится акробатикой заниматься ну шо а ничего не видно на улице солнце жара неимоверная августовская стоит ничего не происходит как всегда это решетка это будто бы отделение нашего мира от того мира совсем другой мир своя жесть течет сверху а мы здесь это решетка это такие тоненькие 5 сантиметров стали которые отделяют нас от того мира и сюда и представь себе что туда мы уже никогда не сможем попасть так интересно это все наблюдать откроется что машина не наехала даже боюсь 100 килограмм до андрюх есть супер инструмент лом ключ разводной ключ и молоток в одном это дима на движение подрившим вы поняли с помощью незамысловатого инструмента ливнёвка открывается проклятая буржуазия где вы вас и три демы привет всем всем привет вы на канале супер сус вон видишь где старая решетка наша раньше бываешь друзья подписывайтесь на что на наш канал ставьте колокольчик мы специально для вас стараемся сегодня снимаем в центре города всем привет привет вот так вот видишь развлекаемся фиг так смотрите пацаны что самое главное небо чистое ни одной тучки на небе угрозы дождя нет поэтому все четко можем продолжать свое подземное путешествие да давай бы машина еще наедет клик давай вот все закрыл пацаны очень большой контраст на улице яркий солнечный день жарко а подземельях круглосуточная влажность темнота и мокрота как там подземелье светло вылазь это параллельный тоннель здесь получается развилка идет главная галерея сбоку вот такая боковая зацените старинный водопровод дореволюционный стесненным клеймом на железе я не видел прикинь смотри ничего себе что это написано хэлли хэнсен а электричество идет по этой трубе я не знаю мне кажется что коллинизация идет класс ребят вот это да видите какие в киеве для мародеров это было бы просто наживо 5 килограмм по 3 гривны за килограмм 5.3 15 гривен за эту трубу дали бы прикинь ценность это посмотрите чуваки какая прозрачная вода чистейшая прекрасно видно песочек под водой и вообще изумительно и пусть еще кто-то скажет что это канализация смотри как вода повымывала как на море точит камушки прикинь слушай так расскажи нашим зрителям сколько лет этому тоннелю 1790 год самая первая постройка которую закрыли здесь под крещатиком над нами писарабский рынок центральный первый в европе крытый рынок вот это вот первое что построили вот участок отсюда и вон до конца поворота и не вымощена виш камнем это мостовая старая была пусть вот типа как мост понял был старинный это первый участок реки крещатик по которым мы сейчас идем которые закрыли под землю какой год 1790 и сколько лет ну считай сколько висит 10 лет 230 230 поэтому конкретно участку много денег на это выделилось но потом начали все по чуть-чуть закрывать 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 закрыли весь коллектор уже конец 1800-х через 100 лет так что мы топчемся по истории как говорится батенька 200 лет вот ответ многим зрителям и тебе будут и только что мне задал вопрос по поводу рек канализации вообще в целом очень многие особенно те кто не посвящен как бы в нашей всей движухе все говорят ниже асфальта канализации так вот отвечу на вопрос смотрите вообще вообще эта штука началась восемнадцатого века когда реки начали закрывать под землю город как бы и был множество рек было в разных городах но иногда одна река киев так получилось что он сотню рек имеет очень сильно водонасыщенный так вот европейские всякие города типа праги допустим того же парижа вот того же львова допустим там всегда была одна ну две реки вот и эту же реку одновременно использовали как какашечник куда же спускали говно срали извините это все вытекало на мощные очистные сооружения перетворялась как бы и выходило все потом уже даже в чистом виде а в киеве ввиду того что здесь сотня рек это физически невозможно на каждую реку поставить очистительное сооружение 1800 году когда построили этот первый коллектор до этого была страшная эпидемия чумы потому что люди выливали помои прямо в реку на хрящатике есть гравюры где люди ведра кидают прямо на хрящатик струют началась чума поняли что типа капец надо строить канализацию построили канализацию вот все равно короче через 50 лет начался брюшной див страшный думали то шо ж такое типа вроде бы же же и канализации есть и бацилла ушла а потом до людей дошло что воду нужно очищать а физически 100 рек это нереально в городе очистить поэтому если две-три реки в центральных европейских городах то это реально в киеве это нереально поэтому в киеве сделали отдельно какашечную канализацию отдельно дождевую в которой течет только грунтовая дождевая чистая вода сюда не имеет права говно скидать а здесь чисто видишь как вот так что это не канализация это дождевая а это шо алкоголь или шо не алкогольный напиток вот такая вот историка небольшая а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...